Национальный праздник Камыз-Мурундук прошел в городе Текель Алматинской области. На одном из живописных, Жайля, у Джунгарского Алатаура, скинулся юрточный городок, где всех гостей встречали кумысом. На праздники побывала и Гульнар Жантасова. С древних времен праздник Камыз-Мурундук вошел в традицию кочевников. С началом лета наступал и сезон доения кобыл. Он сопровождался целой вереницей обрядов. Аксакалы давали бота, а женщины, смазывая лоб кобылицей маслом, загадывали желание, чтобы их кумыс был самым лучшим булусом. Главное в том, чтобы кумыс имел свой неповторимый вкус. Его дает кубе – деревянный бочонок, в который наливается кумыс. В древние времена молоко собирали в сабах, кожаный мешок. Неизменной традицией в праздник был и щедро накрытый дастархан. Здесь хозяйки состязались в умении достойно принять гостей. Главный на столе на этом празднике, безусловно, кумыс. Но не обходится и без остальных традиционных лакомств – эрмшика и курта. Мужчины соревновались в умении объезжать лошадей. Удивил гостей 70-летний хурмет Аханула. Несмотря на возраст, он сохранил сноровку в украшении горячих скакунов. Вместе с тем Ахсакал является и виртуозным ремесленником. Казахский народ был кочевым, и горн был находкой для них. Он небольшой, и перевозить его несложно. Основная конструкция – из дерева. Я 16 лет им пользуюсь. Делаю ножи и ювелирные изделия, детали для конской сбруи. И сегодня я принес горн, чтобы показать его детям. Украшением праздника стали национальные спортивные состязания. Самые сильные атлеты показали свое мастерство в игре «Аудраспах» и «Кокпар». Гульнар Жантасова, Ужазвай Бусынов, Хабар, 24, Алматинская область.